Андрей Дорошевский посетил акоферму «Хуторок». В фермерском хозяйстве производят мраморную говядину. Подобных предприятий на Кубани – единицы. Фермер Владимир Ищенко несколько лет назад с нуля создал современное крестьянское хозяйство. С помощью краевых грантов закупил сельскохозяйственную технику, приобрел племенное поголовье, построил комфортные комплексы – коровы и быки гирефордской породы. По мнению гурманов, мраморная говядина из этой породы получается высочайшего качества. Воспроизведением потомства занимаются самостоятельно. 150 коров я купил в прошлом году, позапрошлом году. Они у меня на теле телиться. В этом году уже 120 голов оттелилось. Малыши здесь тоже, да? Да. Оказывается, когда приехал англичанин сюда, и я знаю, что я в колхозе всю жизнь проработал, у нас отдельно было отдельное отделение. А он говорит, нельзя, коровы – стадные животные. Ты ее отделяешь, она нервничает. Чтобы получить отменное мясо, животным необходимо правильное питание. На ферме самостоятельно делают корм. Отдельно закупают овес, пшеницу, сою, жмых и позже смешивают в разных пропорциях. Для красивого рисунка жировых прослоек необходимо кормить животное 700 дней зерновым кормом. В результате получается деликатес. Это тамогал, так называемый. Вот он готовится специально. Мой сын градусник вставляет. Температура должна быть не больше 60 градусов, чтобы он не жарился. Прежде чем мясо попадет на стол, его нужно выдержать. Каждое животное чувствует, когда его убивает, выделяет токсины. Две недели по норме должно вывеситься при температуре 0 градусов, не замерзая. Через две недели ты его разрезаешь, вакуумируешь и еще месяц оно должно созреть. Всего на экоферме Хуторок 600 голов крупного рогатого скота.